Семья Байджановых воспитали и вырастили пятерых детей и теперь в благотворительных целях и помощи. Стали приемными родителями для трех маленьких деток. Они этих детей любят и заботятся о них так же, как и за своими родными. По их словам, эти детки видели в жизни много трудностей и были психологически травмированы. Но сейчас они называют нас мама и папа. Стали полноправными членами нашей семьи, добавили они. Ну, наверное, это здесь заслуга моих детей, потому что дети к детям идут. У меня внуки, они приезжают, и вот мои, у меня сыну 14, дочки 15, вот они в основном с ними сначала. Нас они боялись. Я когда кушать зову, потом купаю, мою. Вот это вот купаться, это у них, это прям у нас особенный ритуал. Вот. Ну, а так, вот они сначала к детям, а потом постепенно, конечно, вопрос времени. Ну, сейчас привыкли. Сначала Апой звала, а сейчас мама. Занимаемся с ними. У меня сын с мальчиком, дочка с девочкой. Они уже привыкли друг к другу. Семилетние двойняшки и годовалая принцесса. А вот уже более одного года воспитываются в этой семье. С недавних пор старшие начали обучаться в подготовительной группе. Социальные работники региона часто навещают деток, чтобы уведомиться в том, что они ни в чем не нуждаются. Семья очень хорошая. Он, это работал, это, даулет работал директором училища. Есть у него образование. Жена, мы с женой тоже работали в совхозе Хашкасу. Ну, семья очень такая порядочная, обеспеченная. Это дети очень тяжелые. Им нужна любовь очень большая. Ну, они окружены любовью. К ним очень хорошо относятся. Раньше дети как-то боялись, а сейчас уже время какое-то прошло. Они уже стали как-то приближаться к людям, с людьми разговаривать. С ними можно поговорить, они уже могут отвечать на вопросы. Но детям хорошо в этой семье, действительно, очень хорошо им здесь. Фостерная или приемная семья – это обученная семья, которая осуществляет воспитание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на определенный период времени на основании договора. Приемная семья должна иметь свое жилье в возраст от 30 до 65 лет. Граждане Кыргызстана и желающим необходимо пройти специальное обучение. Стоит отметить, по Аламединскому району имеются пять фостерных семей, в которых воспитываются 11 детей. Прежде чем отправить ребенка в какую-нибудь семью, мы проверяем психологическое, финансовое, эмоциональное состояние членов семьи. В основном в фостерные семьи отправляются дети из неблагополучных семей. И эти приемные семьи стоят на учете социального управления Аламединского района. Соцработники всегда посещают их, помогают и делают все ради блага детей. Каждый ребенок имеет право на любовь и заботу, возможность воспитываться и расти в полноценной семье. Но воспитание ребенка требует ответственности и сил. И поэтому фостерные семьи создаются с целью помощи деткам. А со стороны государства приемным семьям оказывается материальная поддержка.